А то ни Осипов не проповедует, и никто даже здесь приходит. У нас разрешается в воскресенье пойти к баптистам, к адвентистам, ни одному двое. Посмотри, сколько хорошего у них. Вот сегодня мы смотрели приспособление. На лугу косари отмахались с косыми острыми. И какой-то хор баптистов поет. А православные вставили свои камеры, как они стоят, молятся. Хороший очень, хороший, понравился. Видишь как, мы дожим доброе брать друг от друга. У нас кислопения сколько баптистских, и на крещение поют. Здесь ничего нельзя. Сам не учат, и зайти нельзя. Я веду занятия в университете. И гляжу, Коб Никола внизу, зачем он пришел, по сей день не знаю. Университет, корпус В, аудитория 410. Я приглашаю его. Батюшка. 10-й, это 410-й аудитория, приходите. Не под каким видом. Приходят коммунисты, люди демократы, там какие-то кого-то. Все сидят. Старобряться нельзя. Некоторые ходят. Несколько ходили. Ходили, запретили. А баптисты взяли книгу Павла Иосифовича Рогозина. Существуете загробная жизнь. В Орольске. И там где-то что-то маленькое отвечать от царства. Они это убрали, а стороной напечатали. Ну, прекрасно. Как человек устроен, как космос. Старобряться познакомились, получили книгу. И они ее издали. Все запретили. Кроме Мельникова, еще читать нельзя. И вот эта нетерпимость, это не... Ну, вот он, мы запретили, наверное, что. Ты подчинился бы, все, ты уже не апостол. Букарашка. Ну, а как, ты ему еще советуешь? Пусть сам выбирает. Но только этот путь, который им дали, он не спасительный. Участь боязвивых в озере Огненном. Ты променял свободу, которую Бог дал. Променял на благоволение священника, чтобы рот разденуть, положил, и все спасся. Это обман. Но вот по этой форме православие, ну, которое, называйте, камням, этого нету. И при том сейчас многое служение. Алфеев, митрополит, служит постаробрящий. Кирилл, митрополит, этот, сахар, а ты будешь. И шатки, и лески, и все. По книгам старообрядческих где-то. Рамы, спасительные, то и другое. То есть на месте не стоит, движется. Приглашали. Впервые за 360 лет от старообрядческой архиемископии, сейчас митрополия, православный югубер получил похвальный выработок. Он за старообрядцев. Везде, но не единоведческий, прямо патриархийный. Отец Кирилл Сахар. Ну, спрашивают у меня, на возможное объединение или как? Я никогда. Они день и ночь подпитывают давлением. А вот мы сейчас все решили, а мы тогда будем приходить молиться. Ничего не делай, такие же все. Бои же старообрядцы, та же глуперстно. Сразу всех решат. Сразу все в голову текут. Похлящий мусульман. Это сегодня. Я знаю, я там был. Работать, благовестить абсолютно невозможно. Андрей был такой долгов, долговый. И Андрей за мной пошел, а я его не видел. Я пошел к баптистам. Молился у старообрядцев. Там у нас выродили в старообрядческой среде. Присоединили, завершили. И когда начали нападать, он говорит, я тайно хранил. Там народу много баптистов. Как Игнатий доказывал неправде, и как это надо принимать. Они ему не верят. Пришел Александр Кривоваров, кандидат в богослов святого. Кто-то настолько листика перепортил. Ну вы рядом сидите. Кучу за это время она исчеркала. Она не умучится ничего. Отбери у ней. Смотри, она целую тетрадь ударовала и в ничто превратила. Ну как? Ну посчитай, сколько листика? Полыбный. Люди, раз, два, посмотри. Люди, внимательно. Ну? Шедевры сколько? Десять. Десять? Десять за короткое промежутное время. Это и Репин, и Воснецов, и Суриков, поток человек и все. Десять. Она целую сотню еще там картин нарисует. И вы рядом сидите, видите, портит карандаши. Ей разницы никакой нету. Свинья подошла, говорит, от забора потерлась. Первая картина. Вы видите, даже в этом безразличие. Она вот листик за листиком вырывает. Вот так вот честно. Дальше откидывает, нарисовала вот так вот. Она вот так рисует. Откидывает. Это мы такие и есть. Над нашей душой вот так же издеваются. Глаза посуровели сразу. Свинял? Она кулак показала. А ведь это может так быть у ребенка, как говорят об антиричестве. Седьмое поколение. Подготовка идет. Кто будет матери антиричества, мы не знаем. Вот мы это считали. Я просто сказал. Я даже не призываю ни к чему. Но внутри себя тяготись. Смотри эти. А сколько раз причащаться? Я вам о том сговорю. Не указываю. А готовность определяет сам человек. И да есть следует сам себя человек. И кто-то тебя допустить, не допустить. Хотя я это никуда не делаю. Себя и следуй. Написано? А раз это написано, наши тайны говорят. В два года один раз. И на этом еще как-то. А сейчас придумали, чтобы каждый день причащаться. Главное в душе человека должен быть Христос и Слово Божие. Слово Божие привлечает в свободу. Главное качество уподобления Богу. Вот у нас приехал тут митрополит Завеярск. Я год назад проповедь попросил вам сказать. Я сказал на тему. И сотворил вас, получается, по обыску, по Богу. И образ свободы. Свободы. А свобода будет какая. Я свободу выбираю. А ты гляди сейчас, скажи, батюшка, благослови тебе нас в Рохове, окрестные селы, благорестные. Какой ответ получишь? С Богом визжай, наверное. Такой ответ, нет? Смотря какой батюшка. Да, еще какой батюшка. А мы вот об этом говорим. Вот рядом старообрядцы. Но они беспокоился. Они ближе к ним. Поэтому, когда у них были, говорили, мы говорили, есть старообрядцы, велопринецкие иерархии. Они могут туда пойти, там, без священства. Кто обратится, нет? Мы должны сказать. Мы никаких претензий к ним не имеем. Говорим только. В душе нет этого, свободы. На раз нету, рабов ты умрешь. А рабы Богу не нужны. А раб добровольно, когда работает. Поехали. Девятый, десятый стих. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне. Потому что они твои. И все мое твое, и твое мое. И я прославился в них толкованием. Я прославлюсь в них, как владыка, подобно, как и сын царя, имея равную с отцом честь и царство. Прославляется тем, что имеет столько же, сколько и отец. Итак, если бы сын был меньше отца, он не осмелился бы сказать, все твое мое. Ибо господин имеет все, что принадлежит рабу. Но раб не имеет всего, что принадлежит господину. Здесь же он обоюдно усвояет отчие сыну, а сыновье отцу. Итак, сын прославляется в тех, которые принадлежат отцу. Ибо он имеет столько же власти над всеми, сколько и отец. Ну тут вроде выступает по слову. А ведь мне отцу действительно не принадлежит. Я принадлежу батюшку. А вот, что интересно. Уже старобрящество было священство. И вдруг новозыкно сказать, тоже старобрящество, тоже со священством. Одинаковые книги, одинаковые персты, кресты. Все одинаковое. Но смолиться вместе нельзя. И вот этот приезжал отец Андрей, древне православное. Даже от одной куклы не разница, все одинаково. А у него знакомый с Белокреницкой. И он подошел к Белокреницкой, и он говорит, заходи, пополем вместе. Попели. А те, об узнали свою, сразу попредили его в служение. За то, что он с Белокреницкими осквернился. Что на клирусе пел. Больше ничего не было. Отец Андрей Бальченко. Он рассказывает, даже не верится. А те сразу, ну сколько их там, конечно, поменьше. Тоже епископ свой. Потом архиепископ. Митрополит, а сейчас пригласили патриарх. В стране у нас два патриарха. Кирилл Александрович. Ну, назови еще что-то. Интересно, мы были, тогда был губернатор здесь в Карже. Александр Богданович, кажется, звать его. Ну, и каждый себя с кем-то стал считать, что-то. А вы, стал армянин, армянский священник. И говорит, ну зачем это вот? Он натягивает. Ну, патриархия, все права. Ну, мы-то кто? Совсем нас мало. Еще из себя создаем видимость. Как будто мы на что-то влияем. Мы ни на что не влияем. Нам дали свободу, мы молимся. Армяне в диаспоре приходят, молитвы все. Зачем нам приравниваться к кому-то? А ты выступи один. Даже один. И ты посмотришь, что было сделано. Ты не один. Отлучает мне, что из-за того, что ты молился. Ай, они еретики. В первую очередь надо вам говорить, что брак народа еретики. А на каком основании еретики? Ну, давай, первую. Признаем до буквы. У нас Духа Святаго, Господа истинного. А в чем еретики, он не может ответить? Ну, нет, может. Просто все везде ложь. Если бы человек конкретно говорил, ты, Тих, согласно такого собора, собрались те-то после такого-то события, постановили то-то, и ты признаешься вот таким, в такой-то степени, в скобках, еще и корень. Нету ни одного собора, ничего нет. А так брать можно сколько угодно. Нету ничего. Это самодушство. Ты, Идика, а ты такой же. Ну, это баба у колосса. Ты сам дурак. Только молиться. И, конечно, никак не на четвереньках. Мы сегодня смотрели фильм о Еремея. Он его добивает буквально, еще он бьет рукояткой. Замолчи. Он говорит, откройте ворота, упустите врага. Помощь на Египте бесполезна. Египет будет разбит. Он кое-как поднимается на четвереньках, порог и Еремея. Так говорит Господь. Один. Никого нету. И случилось так, как он говорил. Все поверло туда. Все пошли в плен. Так говорит Господь. Вот это и покажи. А твои решения, ты пугаешь, я ты пугаешь. Как Ленина Андрея там писали, что ты. Ты пугаешь, а мне не страшно. И это вот этим апостолам было не просто. Это мы судьи, потому что это далекая картина. Они так же выходили. Если я не починился, что будет? Все конфискуют. Тюрьма. А еще никто не знал, чем хочется. Вся эгрессивная машина двинулась против христианства. В римском пантеоне, где божества разные, история говорит, находилось примерно 500 божеств разных, завоеванных стран. И каждому разрешалось приходить и молиться. Толерантность полная. Нравятся они тут, поклоняйся, молись. В отражении нету. Христианам сказали, вот большая ниша, Христа крест свой ставьте. Вот как бы грешил, крест свой ставьте и молись. А христиане, что объявили? Они только стояли на арене, когда бросали львам, Христос рейгна, Христос старствует. Все 500 божеств, это идолы, кланитесь в сатане. И все 500 божеств, которым народы, 500, ополчились против христиан. Никого нигде нету. Что они выстоят, и что это будет мировая религия, об этом даже разговора не могло быть. Вылавливали. Четвертый иди, где христиан был такой, никуда в суды не водите, больше христиан. Если спросил христианин, тут же убивайте, что в руках есть? Ведро, ветро, лопатой, лопатой бей. Половина бей, и тебе половина поздно. Сначала, первое, под учет поставить священников, открыть храм, сдать книги, и четвертый убивай на месте. Это уже задыхался, языческий мир. И вдруг, Константин Великий, провозглашает мировой религии. Православные сразу кинулись, задавите языческого, выкрутите в борозе. Вам не нравилось? Не нравится. За стол рассуждайте. А он язычник был, он не крещеный. Он буквально в смертный день принял крещение, да еще от язычников принял. Где-то, от Арианина. А слова сказал, которые сегодня недоступны. Это наша история. И Константин был прав. Сразу же, прямо на другой день, христианство, мировая религия, государственная, сразу же тюрьмы все переменили, туда стали полцать, сняли, сняли. Нам не нравилось это, и не нравится. Не делайте это, а молитесь Богу, обращайте их. Они хорошие, бывают христиане. У меня, когда начинают работать, ну, конечно, самые из них главные, это отец Геннадий Парк, доктор богословия. В мою дону он пришел, они говорили, вот, постарай, грешенство, еще бы я говорил, с ним молился. Принял крещение, все по канону. Отец на луге евреев. Вот у нас, два года теперь уже назад, принял крещение, мусульманин был. Очень хороший человек. Все время пишет, свидетельствует. Итак, последний стих, прочитаем. Одиннадцатый стих. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Толгование. Итак, можно истину сказать, что он говорит это, приспособляясь к их понятиям. Им, естественно, было опечалиться, коль скоро они останутся без помощника. Он объявляет им, что он вручает их отцу, и его дает им в хранителя. И затем говорит отцу, так как ты призываешь меня к себе, то хранить их сам во имя Твое, то есть Твоей помощью и силой, которую Ты дал мне. В чем же хранить? Чтобы они были едины. Ибо если они будут иметь любовь друг к другу, и не будет между ними разделений, то они будут непобедимы, и ничто не одолеет их. И не просто, чтобы были едины, но так, как я и Ты имели одно мудрствование и одно желание, ибо единодушие, вот их охрана. Итак, чтобы утешить их, он умоляет отца хранить их. Ибо если бы он сказал, я буду хранить вас, они не так бы глубоко поверили. А теперь, когда он умоляет за них отца, он подает им твердую надежду. Ну, дети слова прочитали. Нам дают им твердую надежду. Нам дают им твердую надежду. Вот какую программу сейчас им это не самолтанку слышат, что говорю, и они играют в эту идею. Я говорю, самая страшная игра в алтаре. Играют. Да, почему? Ой, значит, для что, с чего? Я думаю, вопрос. А ты молился. Давайте быстро вообразим. Вот здесь приезжает сейчас, вот, ни Барбаша нету здесь, здесь рядом, и Антараштадский. Ну, и по порядку. За 360 лет, которые канонизированы были, все открыты православные, вся деревня здесь, Оптинские старства по порядку идут здесь. Здесь же, вот сейчас живет Гурьянов, Иоанн Кристианкин, ну, все, которые были канонизированы, которых расстрелял Ленин, все, нас ни одного нету. Им разрешат? Нет. Это такое высокоумие, сатанинское просто. Вот сейчас, ну, твоя дочка принимала, до вершара, она ничего не понимала, а ей она должна была сказать, этому не верю, этому не верю, этому не верю, да, другой, еще добились они? Нет. от души, от души, от гостопольства нет, единообразие создать, они его создали. За 360 лет. И что самое это интересное, от кого они получили, митрополита, бросили, эти же признали мне законом. это уже супер заехало. Даже никаких сравнений, ничего нет, у них больше ничего нет. Вот свидетели Иегова, эти иеретики, они запредельно далеки от христианства, я иду в аллею, гляжу, два молодых человека, стоят, ко мне подходят. А вы в Бога верите? Да, я в Бога верую. Один заодно. Бог не требует служения рук человеческих, тот его одерживает. Это еще очень древностная. Так, а как вы считаете? Ты видишь, она опять рисует? Просто руку берет, и вот так вот, она не глядит даже, что делает. Это безумие прекратить, она орет вверху, смотри. Отбери до одного хородыша. Она ненавидит бумагу, ненавидит мышки, домаши. Сейчас придем. Залей у нее листик яйца. Даже никто не слышал, она никому не причиняется, ничего. Все. Ну-ка, отнимите. Отбери. Все, листик яйца. Ну ничего, отпусти, вот она и погубить будет. Ладно, что тебе два эгоиста говорили? А? Два эгоиста, что там говорили? Да, я говорю, так и никого не слушают. А вы хотите заниматься по Библии? Говорю, да, мы занимаемся. А почему православные воюют? Я говорю, мы не воюем. Он останется, как не воюет? А так у нас можно идти по альтернативной основе, и желающие принимают, а так нет, и никак. Они не знают еще. Теперь я им на его маленькие опрошусь на газетке. Ни под каким видом не берут. А так все, что они не старобряются. Наши вот возьми, да, почему старобряются более благоразумные. А так, говорят, борются вот щепоти. Это значит, так, раньше такая вот стынца, кисет называется, и там табак рубленый. Он берет, так, православный, засыпает. А я говорю, а вы как? А мы двумя перстами. А сейчас никто табак не рубит. Двумя перстами берут папиросы курят. И они больше не стали приводить никогда на пароль. Сейчас курят, все время, у меня нет табаката. Ведь им нужно нащупать, где больное место. Я рассказывал это. В Индонезии много очень добровольцев умереть, подорвать себя шахили. Мусульманцы пошли. А приехал один психолог, стал разбираться, что толпой идти туда, я вам вещаю в Царство Небесное. Он говорит, а чтобы не попасть в Царство Небесное, что говорит? Нужно, чтобы он со семьей был. Вот еще, свиней закупите. Кого из них убили, когда взорвали, свиную шкуру зашивайте родственникам, отдавайте. Как началась у них паника, все отклынули, со свиньей в отойдет. И все прекратилось. Без единого выздоров прекратилось. Надо было нажать за Горбачева. Придет и эту страну брака, заразы, гнева и Божия уничтожат. Гитлер не мог его взять в страну. А Горбачев волча ее развалил. Надо уметь ждать, уметь молиться. Были хорошие советники. Все, говорилось, как будто никогда Советского Союза не было. А гимн какой был? Союз не рушил их, республика свободы. Спасила навеки, велитая ручь. А вот еще и нет. Вот мы это прочитали сейчас. Мы должны быть по-другому настроены. Он начинает угрожать Бог. А молчал не зашел будет делать. Здесь священники депресят неполное погружение. А если я буду правильно крестить, и архиепист меня запретит. Вот это как раз и надо. Чтоб тебя запретили. Одного, другого, третьего. Когда наберется, вот, допустим, пятьсот человек, запрещенных за это, значит, будет вопрос решенных. А сколько сегодня запрещенных за то, что крестят неправильно ни одного. Я говорю, почему старобряться крестят полное погружение? Мы ставим пример. А старобряться это то, что отнязь Владимира шло. Вы зачем портите? Мы должны увидеть доброе везде. А вот это не доброе, что нельзя делать. Он и будет сказать, должны. мы говорим о Боге, о своде Божьем и о том, что нам предстать на суд придется. А с чем мы предстали? И на ученике. Вот она, какая ведь. Она ничего не признает никого. Просто человек как будто в жунглях вырос. Забери все эти картины на память. Я с первого дня говорил, не делайте или не бросайте, сохрани на память. Я с человеком беседовал тоже и как раз по поводу Евангелия Теана 12-48 всегда привожу пример. То, что я говорю, давай, проиграем такую ситуацию. Ну, все же мы попадем на суд Божий мытарство или как-то. Ну, допустим, что мы там правильно все делали и если меня что-то Господь просит, я скажу, Господи, так вот, ты же написал, вот я так и делал. Я говорю, а ты-то, ты чем будешь перед Богом оправдоваться? Чем? Я буду оправдоваться вот этим местом. Ну, там, как-то, может, я не так делал. Ну, я скажу, вот, было так написано и я пытался по Библии. А ты-то по какой книге будешь оправдоваться? Вот и все. И поэтому говорить-то можно чего угодно, а если в Библии написано, если ты веришь в ее. А если ты не веришь в Библию, тогда тут уже, ну, как бы... За то, что ты здесь заходил, молитву садят нюдого слова. Молитву объединяет и не разъединяет. Что делаете-то? Ну, пришел ты, а здесь в грамме никого нет. Ты перекрестился, он на сиденье двое стоял. И что? Почему ты за Бога-то решаешь? Сейчас моли поближе. А сколько было чудотворцев в православии за 300-то лет? Ты посчитай биографию. Все до одного с арабляцами, они все в одну находятся. С ними молиться нельзя. Это уже не человеческая ненависть. Она перевалила все границы. А зачем же подчиняться ему? Если бы мы учили против, или настраивали, или требовали от тебя перекрещивания, ничего этого нет. Мы родные, близкие, братья, вот он пришел. А как с арабляцами тогда увеличились и начались? Смешанные братья. Смешанные. Вот она выходит за него замуж, осеменилась. Ребятички родились, она обратно возвращается. Она обратно возвращается, поэтому больше он не нужен. Вот индейцы, индейцы, там вообще это дикари. А старая братья, ну они там не смогут, выходит замуж. Ребенок родился, они его как. Осенью, пчелы, труди его уничтожают сами. Он нужен для того, чтобы осеменить одну матку. А остальное труди не нужен ни для чего. Вот такое отношение к бузям. Это не один. У нас была одна душа. Ну ты знаешь, Саша была посваталась, батюшка говорит, ну лишь бы тебе хорошо, мол, кого-то благословит. И что? Она приняла там крещение довершили, он сразу отошел в сторону. А она ушла в мир. Ну сегодня интересная ситуация, даже я вот уже уехал из Новосибирска, уже 5 лет практически будет, и там говорят, ну, не любят это слово ни коня, ни хвост. В общем, одного бряца говорит, какая-то группа пришла в старобрячице. То есть, меня что удивляет, люди, бывают те, которые я, говорит, искал, книги, и все, и вот дошел. А в том городе? Нуосибирске. А в Новосибирске? Да, 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 пришла, ну, она в Новогорец. Она ушла, благословил батюшка, все, нужды нету. Пришли, пришли, почему-то именно старобрячество. Кто-то говорит, пришли, говорю, старобрячество именно. Кто-то, кто-то по книге, он говорит, читал, ну, там, какой-то историк, там, или кто, книжный честь, в общем, дошел до того, что пришел именно старобрячество тоже. Меня это тоже удивляет, думаю, интересно. И по песке и пришел, а по книге, какие-то, по книге он никуда не придет, куда придет, когда истина предоткрыла. А он доказывает, что там-то, там-то, рукоположен, не так-то, а это несоответствие даже действительности. Сначала разбирать, все сразу рассыпалось. Вот у нас, сколько таких было старобрячества, пришел на камерей Марков. Мы узнали, кто он такой. Подаем заявление, к нам придет в общину. Мы разознали, из-за чего. У нас одна вдовая женщина, и он, оказывается, к ней дорожку прокладывает. Мы поговорили. Никак. Мы сказали, вернись назад в старобрячество. И написали покойник Ори Дубнову. И так, и так. Мы его говорили обратно. Будут они так делать? Кто пришел, кто-то, ну что ты дуришься? Да никогда! А у них сколько у нас? А вот я не знаю, сколько от нас, но я думаю, человек, может быть, пятнадцать, которую там находятся. Все имеют в виду с ребятишками, и никаких вопросов нет. Почему? Да потому, что это церковь, но когда вот это вот сразу или навешивают нетерпимость и прочее, это не христианское совершенно, и доказательств никаких нет, кроме ненависти. Вот они среди нас живут, еще с ними сделали. А его отец, он говорил, вот сейчас я кому-то в Новосибирске там хитро притесняю, а в Барноле сейчас мы здесь пропишемся, и будем туда ходить. Вот. Я сказал, напишите, как кто пришел к Богу. Напишу, отец, построюсь, напишу. Написал, нет. А что напишут, если ничего не было? Теперь, вот проходит какое-то время, я говорю, поехали на благовесие, сейчас я когда построюсь, построился, дровами заготовился, пошел и пошел. То есть, у стародесов ложь во спасение. Конь ложь во спасение. Я говорю, как? Ложь. Конь ненадежен для спасения, лживый он. Нет, не так. То есть, можно собрать или... Я знаю их от тетельки до тетель. Потому что сам староблялись, по факту-то. Да, он как и с ней староблялись. Здесь мы были, это все знаем. Послушаем, благодарим. Песня. Достойно истины по истину, глобития Бога Родицу, признавлаженную и прихорощую, и Матерь Бога Маршаков, честнейшую вернули, и слабейшую без сравнения серофин, безествения Бога Слово Родшую, Сущую поповницу я величал. Господи, вложи нам Твои слова в наши сердца, Господи, чтобы мы услышали их, исполнили их и, Господи, вводились Словом Твоим Святым и не лиши нас всех Царств Твоего Небесного. Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok